Это «День с толком» в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! Это «День с толком» в студии Евгения Даровской. Более 9 тысяч жителей Барнаула, а это 52 многоквартирных дома, остались сегодня без горячей воды. Причина – повреждение магистральной тепловой сети диаметром 700 мм. Об этом нашему телеканалу рассказали в пресс-службе алтайского филиала СГК. О выходе кипятка на проезжую часть в районе пересечения улиц Строителей и Диповской сообщили горожане. Вот так это выглядело. И как нам пояснили в СГК, повреждение теплосети произошло в 10 утра. Чуть позже здесь уже приступили к откачке воды из тепловой камеры, чтобы ремонтная бригада смогла обнаружить место повреждения. Ну а вот сколько на это потребуется времени, пока сказать сложно. Мы приносим свои извинения за временное доставленное неудобство. Однако это важная часть работ, которая даст нам уверенность в более надежном и качественном прохождении, в том числе от специального сезона предстоящего. Горячее водоснабжение будет возобновлено сразу после окончания ремонтных работ на этом участке. В СГК добавили, что точные сроки окончания ремонтных работ назвать не берутся и, скорее всего, до вечера воды в 52 домах не будет. В СГК также добавили, что этот участок теплосети в графике ремонта в этом году не значился, но часть трубопровода теперь предстоит заменить. Жители края напуганы всплеском радиации, который мог распространиться по всей территории страны после трагедии в Архангельской области. Напомню, в начале августа на военном полигоне в Неноксе во время испытаний баллистических ракет произошел мощный взрыв. Погибло несколько человек. Ко мне в студию присоединяется Ирина Корчагина. Она решила проверить, как обстоят дела с радиационным фоном в Барнауле. Ира, привет! Евгения, здравствуйте! Я знаю, что вы с камерой и с оператором проехались по самым, так назовем, популярным частям города Барнаула. Вот к какому выводу вы пришли? У меня сложилось такое впечатление, что слухи радиации уже страшнее, чем сама радиация. Но подробнее об этом сейчас расскажу. В сети даже появилась карта, на которой изображено, как могло распространиться радиоактивное облако после аварии на военном полигоне в Неноксе. Правда, уже совсем скоро сами авторы карты признали, что это лишь их предположение, не более чем. Ну, снесло сюда, к нам. И Урал не помог. Не помог? Не помог Урал, к Уральске горы. Ну, а вы вот как ощутили? Какое-то недомогание? Может быть, что-то выпадать стало? Ну, как-то по себе. Я всегда на бодрячке так-то не чувствую никогда. Из-за многочисленных публикаций в СМИ некоторые люди вообще начали называть взрыв в Неноксе вторым Чернобылем. Похожая паника накрыла жителей Барнаула на фоне испытаний на Семипалатинском полигоне. В марте 90-го года на углу гостиницы «Центральная» появился дозиметр, который постоянно показывал информацию о радиационном фоне в городе. Но вдруг в СМИ появилась информация о том, что если приложить ладонь к табло, он покажет уровень радиации в организме. А что-то не появляется ничего? Появится. Появится? 11. 11. Это много, мало? Мало. Мало? Нормально, да? Жить можно. А будем ли теперь жить мы? Росгидромет подтвердил, что в день взрыва уровень радиации в Архангельской области увеличился в 16 раз. По словам специалистов, это звучит тревожно, но на самом деле не страшно. Это меньше, чем доза облучения за час перелета на самолете. Мы решили узнать, какой уровень радиации сейчас в Барнауле. Скажем сразу, безопасным считается показатель от 0,5 микрозиверта в час. У памятника Ленину, чей постамент сам по себе является радиоактивным из-за гранита, дозиметр показал всего 0,28 микрозивертов. И, кстати, это самый высокий показатель во время нашего эксперимента. Самый низкий радиационный фон возле администрации края всего 0,04. В среднем по городу дозиметр фиксировал 0,12 микрозивертов. Напомню, что допустимым считается до 0,5. Ну, вообще, роза ветров оттуда, конечно, дует, но что протащит, я не верю. По-моему, сейчас, если бы даже искрыли что-то, люди бы сами узнали друг от друга. В этом и вся прелесть радиационных воздействий, что ничего вы в момент и после не чувствуете. Если не возникает острая лучевая болезнь. Если острая лучевая болезнь, это будет неукротимая рвота, и там все понятно. Здесь этого нет и быть не может, потому что доза мала. С этим согласен и Николай Панов. Он, кстати, занимается продажей дозиметров. Говорит, даже после публикации в СМИ люди не бросились покупать приборы. Даже выпавшие осадки не факт, что привысили какую-то норму по загрязнению. Если бы такое произошло, разумеется, была бы объявлена эвакуация от населения. Какой вывод сделать, каждый из зрителей решит сам. Ну, а мы после нашего эксперимента уверены. Если бы Барнаул все-таки накрыла волна радиации, даже самый простой бытовой дозиметр подал бы предупреждающий сигнал. Я сделала такой вывод, что не стоит бежать ни за крупами, ни за яблоками, ни из Алтайского края. Думаю, что действительно слухи, будем надеяться, преувеличены. Ну, а пока к другим темам. Ну, а вот директор будущей форелевой фермы в Первомайском районе заявляет, ни ядерного реактора, ни химзавода, ни угольный разрез не открою. И свои слова он адресует местным жителям, которые в штуки восприняли такую бизнес-инициативу в их поселке. Об этой истории мы рассказывали недавно. Люди уверены, что предприниматель будет брать воду из местной реки и в нее сливать отстойник. Бизнесмен с этим не согласен. Он пригласил нашу съемочную группу на подобное рыбное производство в Барнауле. Смотрим. Сомята за секунды съедают корм. Организмы юные вывелись весной. Через год их продадут живым весом. Это особенность бизнеса Рутюна Витясяна. 200 самов разводят с замкнутым циклом. Вода берется с чана, насосовым зеленым шлангом, качается. Обратно вода через бассейн, где плавает рыба, поступает на фильтр. Это УЗВ – установка замкнутого водоснабжения. Единственный способ разводить рыбу вне водоема. Его предприниматель и предложил в Первомайском районе, на участке у реки в селе Покровка. Даже начал стройку. Один объект ему сожгли, другой разбили. Люди боятся, что близость к реке неспроста. Из нее будут брать воду и в нее же сливать отходы. Вот, собственно, то, из-за чего люди против форелевой фермы под боком. Остатки корма, рыбные фекалии, естественные мусорки выбрасывают в мусорку. В день набирается максимум полтора-два таких ведра. Почему-то странно совершенно, пустя информация, что тут не будет ни единицких размеров завод. И что чуть ли это приведет чуть ли не к осушению реки. Есть у земельного этого участка целевое назначение. В том числе и для этого вида деятельности, о котором идет речь. Но не более того. Бизнесмен говорит, что несколько раз объяснял жителям всю технологию. Понимания пока нет. Но подсчеты таковы. Больший участок выведет бизнес Арутюна на продажу 2-3 тонн форели в год, чтобы через несколько лет выйти в плюс. И хотя осетр стоит больше тысячи, а форель 600 рублей за кило, продавать форель выгоднее. Растет она быстрее, спрос больше. И вырос он уже сейчас, говорит бизнесмен. Все это ситуация делала хорошую рекламу даже для нас. Многие сейчас про нас знают и увеличат звонки. Я огромное большое спасибо жителям деревни. Я тоже еще раз хочу успокоить их, что мы там ни ядерного реактора, ни химзавода, ни угольный разрез там не открываем. Я реку трогать категорически не буду. Сейчас на Алтае разводят форель единицы. Когда вырастет дело Арутюна-Виттисяна, неясно. Возможно, все будет зависеть от настроения первомайских жителей. Пока они бизнес не понимают и не одобряют. Анастасия Драган, Александр Антропов. День с толком. Священнослужители разных конфессий просят власти закончить археологические раскопки на улице Ползунова в Барнауле. Пастор Александр Франц рассказал нам, что сегодняшний день для исследователей последний. Дальше за работу возьмутся коммунальщики. Любые происшествия могут повредить гробы с останками двухвековой давности. Ну а по большому счету, уверен представитель церкви, после проведения работ участок быстро закатают в асфальт. Напомню, что год назад на улице Ползунова коммунальщики раскопали человеческие останки. Тогда на участок зашли археологи. Этим летом работа продолжилась, но в августе на улице вновь появились коммунальщики. Хотя, по словам Александра Франца, нетронутыми остаются два небольших участка. Первые буквально в двух метрах от колодца, несколько захоронений простых жителей. А через дорогу, ближе к бюсту Ползунова, могут сохраняться основы деревянной церкви, которую построили в 1748 году. Часовни, могила самого Ползунова и склеп Андреаса Беера, первого начальника Колывана Воскресенских заводов. Учитывая, что склеп, по всей видимости, расположение склепа выпадает не на траншею, где раньше велись работы, а выпадает все-таки на ту часть, которая располагается уже в самом сквере под тротуаром, да, там действительно может остаться неповрежденный склеп. Ну и по мнению пастора, как только коммунальщики закончат свою работу, участок тут же закатают в асфальт. Между тем, начальник археологической группы на Ползунова Владимир Семибратов не на камеру, а проверка информации, что исследователи покидают участок. Продолжаем. С 1 сентября за детский сад барнаульцам придется платить больше, а именно 2000 рублей в месяц. До этого сумма составляла 1650 рублей. Повышение объяснили необходимостью закупки качественных продуктов для питания детей. Ну, якобы на данный момент детские сады не всегда приобретают то, что хочется. По словам специалистов городского комитета по образованию, фактическая стоимость пребывания ребенка в детском саду сейчас составляет чуть больше 8000 рублей. И даже 2000, которые теперь придется платить родителям, это лишь четверть от общих затрат. Напомним, последний раз плату в барнаульских садиках поднимали в 2015 году и всего на 150 рублей. Ну, а вот у молодых семей не все так быстро получается. Дорога не только к новоселью. По программе «Молодая семья» многим годами не удается получить социальную выплату для покупки жилья или оплаты ипотеки. В прошлом году мы уже снимали сюжет на эту тему, и тогда власти обратили внимание на проблему и выдали молодым семьям значительно больше сертификатов, чем планировали. Но теперь участники боятся, что вновь останутся ни с чем. Слово Андрею Дрееру. В очереди уже 7 лет. Татьяна с мужем подала заявление на получение социальной выплаты для погашения ипотеки еще в 2012 году. Таких семей в Барнауле больше 5000. Они объединяются и просят помощи буквально везде, чтобы наконец получить заветный сертификат. Мы как-то встречаемся, анализируем ситуацию, обращения пишем там и в федерацию, и в краевые бюджеты, и в городские, на слушания городские ходим. В этом году мы обратились на прямую линию к Владимиру Владимировичу Путину. За последние 5 лет в нашем крае и в нашем городе выдают по 40-45 сертификатов в год. В этом году на город Барнаул выделено 26 сертификатов. Финансирование сократилось за последние 5 лет в 15 раз. В эфир не пробились, но получили ответ письменно. Финансируют сколько могут, бюджет края уже не в силах помочь. А в федеральном центре сами решают, каким регионам сколько дать. Хотя если в прошлом году осчастливили 26 семей, то в этом выдали сразу 120 сертификатов. Поэтому, например, эта семья быстрее продвинулась в списке. В 2018 году нам присвоили очередь, 241-й мы были в 2018 году. В год было выдано малое количество сертификатов, и получается, что мы никуда не попали. Даже не в сотню. Сейчас мы получили 134-е. Ну, пытаемся, ждем. Лариса, муж и четверо детей живут на 12 квадратных метрах. Они уже несколько лет ждут жилищный сертификат, чтобы купить, наконец, хороший дом. И это при том, что им в каком-то смысле проще, многодетные в приоритете. А вот семья Татьяны в разряд многодетных не попадает. И поэтому остается просто ждать. Два года. Ведь программа рассчитана на участников не старше 35 лет. Андрей Дриер, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком. Алтайское озеро Большое Яровое вошло в список самых популярных озер России. В этот рейтинг попали шесть водоемов, которые чаще всего выбирают для отдыха туристы. В тройке лидеров – Лигер в Тверской области, Банная в республике Башкортостан, Ладожская в Карелии. Четвертое место – отдыхающие отдалее Соленым озером Оренбуржья. Пятое – Байкалу и шестое – Яровому в Алтайском крае. Отдых здесь оказался не самым дешевым, но популярным, говорят в том числе и из-за приглашенных звезд. Через несколько секунд мы узнаем, сможем мы искупаться в эту среду или нет. Это спонсор прогноза погоды компании «Валар». Смотрите нас также на нашем канале в YouTube, в соцсетях Instagram, ВКонтакте и Facebook. Подписывайтесь. До встречи в эфире. Продолжение следует...